Начали! После этих слов мир перед камерой оживает. На несколько дней центр Минска превратился в довоенный Брест. Яркие плакаты, старые киоски, щебёнка на дороге, люди, спешащие по своим делам. Ничто в этой картине не предвещает ужас грядущих событий. Согласно задумке, все эти детали должны создать резкий контраст военным действиям. В основе этого художественного образа города заложена традиция советского позитивизма, советской эстетики, соцреалистической живописи. Когда всё несколько приподнято эмоционально, всё приподнято в сторону позитива, как будто бы коммунизм уже наступил. И это по задумке должно очень сильно контрастировать и быть контрапунктом к событиям военного блока сюжетного. Основной сюжет картины разворачивается в Брестской крепости. 19-летний офицер Коля Плужников попадает туда перед самым началом войны. Имя солдата не успели внести в списки части. 22 июня 41-го в 4 часа утра у стенцитадели уже раздаются взрывы. Главный герой сражается с фашистами до последнего вздоха, показывая беспримерную силу духа. Роль действительно сложнейшая, но это роль мечты, будем говорить откровенно. Конечно, такое сыграть мечтает любой артист. Даже если он об этом не говорит, я думаю, что он в душе будет в глубине мечтать об этом. Так что это, конечно, подарок, а не роль. Другое дело, что с этим справиться, это, наверное, более важная и первостепенная задача. В основу сюжета фильма в списках не значился лёг одноимённый роман Бориса Васильева. В этом году исполняется ровно 50 лет с момента, когда текст увидел свет. Теперь он получит новое прочтение на языке кино. В его основе тонкий баланс между ярким зрелищем и глубоким смыслом. Это история подвига. История, конечно, героя с невероятной силой, волей и характером, который, несмотря на то, что обстоятельства, кажется намного сильнее его, и как будто бы он не сможет с ними справиться, он продолжает бороться и та же ценой своей жизни, а в результате одерживает верх. Но кроме этого, кроме истории подвига, это и роман о любви, о любви к жизни. И это актуально. И спустя 50 лет, и мы очень надеемся, что нашу картину спустя 50 лет тоже будут смотреть. Над фильмом работает огромная команда. В съёмочной группе более 150 человек. А в некоторых сценах задействуют свыше 600. Главные роли играют как начинающие, так и опытные актёры. Съёмки не прекращаются и ночью. Для Беларуси это беспрецедентный по масштабам проект. Мы создаём совместно такой проект. Он действительно беспрецедентный для нашей Республики Беларусь по масштабам съёмок. У нас мы перекрыли, по сути, на неделю исторический центр города. Наши белорусские кинографисты принимают самое активнейшее участие в съёмках этого большого проекта. Это говорит о том, что мы можем снимать фильмы любого уровня сложности. Сегодня съёмки переместились на территорию Брестской крепости. На победу. Здесь режиссёры оживят несколько батальных сцен. Следующая точка на карте проекта – Подмосковье, где сейчас строят декорацию мемориального комплекса. По масштабам она будет близка к оригиналу. Там снимут сцены взрывов и стрельбы, чтобы не навредить легендарной цитадели. Вроде бы мы все об этом знаем, вроде бы мы в школе об этом изучали, но это было достаточно давно. Это было не с нами, да, с нашими дедами и прадедами. Но дело в том, что мы должны сделать так, чтобы этого не было. Не с нами, не с нашими детьми, не с нашими внуками и правнуками. Вот это наша задача, поэтому мы должны это снимать, мы должны об этом говорить и напоминать. Николай Плужников – это тот самый неизвестный солдат, отдавший жизнь за свободу и независимость своего народа. Память о нём живёт в сердце каждого белоруса. Фильм о жертве и подвиге безымянного защитника выйдет на экраны к 80-летию победы.